Рассуждение Преподобный Иоанн Лествичник Рассуждение есть верное постижение воли Божией во всякое время, во всяком месте и во всякой вещи. Оно бывает только в чистых сердцах. Преподобный Антоний Великий Помнить непрестанно должно людям рассудительным, что, подъемля в жизни сей небольшие и маловременные труды, после смерти получим мы величайшее утешение и блаженство вечное. Борющийся со страстью и желающий быть увенчанным от Бога, если падет, да немалодушествует, и не остается в падении семь, отчаиваясь в себе, но восстав, опять пусть, борется и заботится, получить венец, до последнего издыхания восставая от случающихся падений. Телесные труды — суть орудия добродетелей и спасительны для души. Люди обычно именуются умными по неправильному употреблению сего слова. Не те умные, которые изучили изречение и писание древних мудрецов, но те, у которых душа умна, которые могут рассудить, что добро и что зло, и злого и душевредного убегают, а о добром и душеполезном разумно радеют и делают то с великим к Богу благодарением. Эти одни поистине должны именоваться умными людьми. Преподобный Максим Исповедник Разумное употребление помышлений и вещей доставляет целомудрие, любовь и ведение, а неразумное — невоздержание, ненависть и неведение. Все разумное и умное бытие разделено на двое, то есть на ангельское и человеческое естество. А все естество ангельское разделено опять на два главные нравственные союза и общество — на святое и проклятое, то есть на святые силы и нечестивых демонов. И весь род человеческий разделяется только на два союза, то есть на благочестивых и нечестивых. Во всем, что мы делаем, Бог взирает на цель. Для Него ли или для чего другого мы то делаем? Почему, когда хотим сделать что доброе, будем иметь целью не человеку угодия, но Бога угождение, чтобы, на Него всегда взирая, все делать для Него, иначе мы труд в суе понесем и мзду погубим? Бог создал невидимый мир и видимый, и душу, и тело Он также сотворил. И если мир видимый столь прекрасен, то каков же невидимый? Если же тот лучше этого, то сколь превыше их обоих создавший Бог. Если теперь Творец всех доброд лучше всего сотворенного, то по какой причине ум, оставив лучшее всего, занимается всего худшим, то есть плотскими страстями? Не явно ли от того, что к этому привык, от рождения обращаясь с ними, а того, что лучше и выше всего, совсем еще не испытал? Таким образом, если долговременным воздержанием от чувственных удовольствий и поучением в божественном мало-помалу мы отторгаем его от такой привычки, то он, понемногу преуспевая всем, расположится к божественному и собственное свое познает достоинство, и, наконец, и всю приверженность свою перенесет к Богу. Есть четыре главных вида оставления Божия. Иное оставление промыслительное, как то было с самим Господом, дабы кажущимся оставлением спасти оставляемых. Иное — испытательное, как было с Иовом и Иосифом, дабы явить одного столпом мужества, другого целомудрия. Иное — духовно воспитательное, как то было с апостолом Петром, дабы смиренным мудрием сохранить в нем преизбыток благодати. Иное — оставление по отвращению, как то было с иудеями, дабы наказанием обратить к покаянию. Преподобный Исаак Сирин Не сообщай другому, чего сам не испытал, чтобы не было тебе стыдно для себя самого, и по сличении жития твоего не открылась ложь твоя. Продолжение следует...